инвестиции традиционно считаются уделом богатых людей тех кто отлично разбирается финансах при этом в эстонии существуют инвесторы любители один из крупнейших банков нашей страны луминор открыл для своих клиентов платформу которая подходит инвесторам с любым уровнем знаний у нас в гостях руководителя отдела инвестиций и анализа рынков луминор антон скворцов доброе утро доброе утро но инвестиции это всегда риски чем ваша платформа отличается от других что она может дать начинающим инвесторам ну во первых это очень простой интуитивный понятный интерфейс с которым легко работать также это огромный выбор то есть больше 14 тысяч различных финансовых инструментов с основных рынков плюс здесь важно то что это все простые инструменты то есть это упрощает процесс регистрации в этом случае вам не нужно заполнять сложные анкеты поэтому проще проще начать действовать плюс достаточно уникальная возможность торговать облигациями тоже ну и наверное то что клиент тоже видит видит все цены которые будут у него связаны с этим все расходы то есть все сразу очень прозрачно ну а скажем человек который не обладает финансовой грамотностью не разбирается в акциях и облигациях он может попробовать свои силы на этой платформе он что-то поймет или все-таки ему нужно для начала разобраться в этих вопросах а затем уже пользоваться вот этой услугой попробовать конечно в любом случае сможет то есть человек поймет единственное что наверное не советовал бы все-таки со всем без знаний и начинать сразу и и торговать но с реальными деньгами а на progressive там есть возможность сделать демо дыма счет то есть там будет ненастоящие деньги на 30 дней возможно будет попробовать что это вообще такое как на как использовать эти функции как торговать вот но в любом случае все таки советовала бы сначала немножко получить какие-то теоретические знания то есть сейчас очень много информации в интернете на самом деле также на страницах банков тоже есть всегда тексты какие-то как начать на что нужно обратить внимание то есть все-таки лучше немножко подготовиться вот вы упомянули эту цифру 14000 вот как среди этих 14 тысяч предложений разобраться что выбрать куда сунуться ну то есть соответственно поэтому я говорю что немножко нужно подготовиться потому что нужно понять во первых какая цель инвестиции то есть на какой долгий срок вы инвестируете какой риск вы можете принять да потому что очень важно например чтобы слишком рискованные позиции человек не взял слишком рискованные инструменты потому что если колебания в цены будут слишком большие то но большая вероятность что человек закроет позицию в ней в неправильное время вот если случай но когда совсем совсем начинающий человек как бы говорят часто как можно начинать это например покупать что-то ну что человеку знакомо например у человека есть телефон этот iphone какой-то а то есть он знает что фирма плыву пускает нравятся продукты покупаешь не немножко акций фирма пол например и смотришь ну что с ними происходит то есть это один из вариантов как начать и например на понять как это работает второй может быть совет такой это то что в случае опять же начинающим инвестором использовать не отдельно акции отдельные облигации а все-таки фонды где много акций облигаций собранном месте потому что у них меньше риска и опять же меньше возможности потерять большие суммы но вот вы упоминаете финансовые инструменты а что такое эти финансовые инструменты если из основных смотреть это есть акция то есть акция это такой инструмент который дает как сертификат части того что часть предприятия ваша то есть дает вам возможность получать часть прибыли от этого предприятия в случае с облигациями это обычный кредит обычный заим который берет или какая-то компания или государство и просто эта ценная бумага как бы достоверяет то что этот займ имеется и есть фонд который просто собирает деньги у разных инвесторов складывает их вместе инвестирует уже в группу каких-то акций или облигаций но то есть соответственно это уже как собранная такая инвестиция сколько можно заработать опять же очень очень сильно зависит давайте границы обозначим вот сколько скажем должен составлять тот минимум чтобы вообще было интересно и целесообразно этим заниматься и сколько может составлять разумный максимум потому что все мы наслышаны про телефонных мошенников которые обещают баснословные прибыли люди отдают свои деньги остаются ни с чем вот вы бы что посоветовать данный смотреть по поводу минимума то здесь желательно чтобы доход был выше чем уровень инфляции да тогда в принципе реальная стоимость денег которые накопление которую клиенты есть они растут да то есть превышает инфляцию соответственно богатство прирастает сегодня у нас это порядка двух с половиной трех процентов где-то да то есть это достаточно такие консерватив в случае консервативных инвестиций это абсолютно реальная доходность то есть меньше уже даже не стоит рассматривать варианты ну как бы нет соответственно можно конечно когда совсем без без рискован и да то есть например если говорить о депозитах которые то есть совсем без рисковое накопление на самом деле люди должны иметь какую-то какую-то часть своих сбережений как резерв в таких вещах как депозит где нету риска то есть в любой момент вы можете забрать эти деньги если вам нужно и использовать их то есть какая-то часть конечно она может и должна быть в такой менее доходный но если уже говорить о каких-то инвестициях то все-таки да должно хотя бы цель быть побить инфляцию как говорится а с каких сумм нужно начинать инвестиции вот эти 100 евро их действительно хватит на то чтобы подзаработать что называется или это все-таки такая тоже демо версия то есть 100 евро можно потерять и не очень об этом жалеть ну тут больше как бы да вопрос том чтобы получить первоначальный опыт все таки потому что да если им опять возвращаясь к предыдущему вопросу то есть такой где-то более реальной доходность для на более рискованных инвестиций это где-то 8 10 процентов в год в среднем то есть в долгосрочной перспективе это это доходность акций да получается то есть где-то вот от этих двух до десяти в этом промежутке как бы это вот то что то что то что клиент может получать то есть соответственно если со 100 евро мы начинаем смотреть туда суммы возможно такие большие но во первых получается опыт клиент получает и в случае с маленькими суммами очень важно делать регулярные добавления то есть каждый месяц добавлять какую-то сумму дальше 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 так когда будет из-за этого будет расти общая сумма и поэтому уже тогда и доходы окажется но достаточно реально мы говорим все о росте а росте а потерять сколько можно соответственно здесь опять же инвестициями о чем мы говорим что это долгосрочный процесс и если инвестировать на долгосрочный срок то риски на самом деле достаточно разумные да то есть если мы смотрим делали делали анализ проводили да то есть если инвестировать в акции но смотреть на историческую доходность и инвестировать в акции и содержать их больше 12 лет то в принципе исторически не было ни одного периода когда за это время человек потерял бы деньги то есть весь смысл в том чтобы брать риски осознанно брать их риски правильно, и иметь достаточно долгосрочный инвестиционный горизонт, и тогда риск достаточно разумный. А банку зачем это нужно? Соответственно, банк, конечно же, получает комиссию, то есть у каждой сделки есть комиссия, и банк на этом зарабатывает. То есть в этом смысле это его прямой интерес, в смысле прибыли. Но с другой стороны, банка тоже очень, на самом деле, всегда очень хорошо, когда у клиентов, у людей растет благосостояние, когда у них есть сбережения. Опять же, в случае, даже когда люди берут кредит, банку намного проще выдавать кредит тому человеку, у которого есть сбережения. То есть человек, который регулярно, опять же, откладывает деньги, это тоже показывает дисциплину человека. И в этом случае также банку и риски меньше, и всем лучше получается. У нас в гостях был руководитель отдела инвестиций и анализа рынков банка «Луминор» Антон Скворцов. Спасибо.